Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. 35 аварий за неделю. С 1 по 7 апреля на дорогах Дагестана погибло 6 человек и 50 пострадали. В них выросло не одно поколение. Сегодня отмечается день российской анимации. Какой из советских мультфильмов дагестанцам полюбился больше всех, узнавали наши корреспонденты. 1500 рублей за ковыряние в носу. Камера слежения на дорогах решила, что водитель разговаривал по телефону и зафиксировала это как нарушение. Подробности в рубике Дайджест. Он объединил не только дагестанцев, но и мусульман из других стран. В Дербенте прошел общереспубликанский ифтар, который посетили гости из-за рубежа. 6 человек погибли и 50 пострадали в результате ДТП, которые произошли на дорогах Дагестана с 1 по 7 апреля. Как сообщает региональная госавтоинспекция, всего за минувшую неделю в республике зафиксировано 35 аварий. Одна из них произошла накануне вечером на трассе Кавказ в Дербинском районе. Там при столкновении двух отечественных легковушек на месте скончался один из пассажиров и еще четверо были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. И к другим темам. В Унсукольском районе начали ремонтировать дорогу Буйнакск-Гимры-Черката, сообщает Минтранс Дагестана. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Они включают в себя усиление асфальтобетонного покрытия с восстановлением поперечных и продольных уклонов, ремонт и очистку системы водоотвода, восстановление обочины кюветов, очистку обвалов и осыпи. Дорожные службы также проведут в нормативное состояние три моста. А еще установят на этом отрезке металлическое барьерное ограждение, бетонные блоки, сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку. Ежедневно на объекте задействовано 15 единиц спецтехники. Сегодня отмечается Добрый праздник – День российской анимации, который в этом году исполнится 112 лет. Это замечательный повод погрузиться в чудесный мир мультипликации и пересмотреть все свои любимые картины. А наши корреспонденты тем временем решили узнать у жителей столицы, какие советские мультфильмы их любимые. Ну погоди, сегодняшний мультик я не смотрю, поэтому в чем отличается? Наверное, в воспитании. Больше воспитательного было в советских мультиках. Помните обезьянку, у которой было много разных детишек, она вечно за ними гонялась? Я забыла, как он называется, но песня там такая задорная. Я еще любила котенок по имени Гав, когда маленькая была, его любила. Что еще, Чебурашку любила. Да все советские мультики смотрели. Конечно, не один, а много любимых. Назовите их. Зухраи Тагир. Это мультик такой? Да. Давно смотрела, ну нравится и по сей день. А почему именно оно в покатке? Ну, как бы детство, да, мультик детства. А мне все советские любимые, это сейчас нелюбимые. А, кот Леопольд. Кот Леопольд. Ну, погоди, наверное, больше мы так же не помним. А почему именно? Что вас? Ассоциируют. Я не знаю, просто я всегда любила этот мультик. Просто приходила с садика и просила, почему именно его. Не знаю, почему просто у меня ассоциируются. Просто легендарный мультик, мне кажется. Все Рощейка, Фастопаша. Ну, погоди, было тогда, сейчас другое вообще, современное не то. Теперь прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дайджест. Затем продолжим. Не переключайтесь. Не уверен, не ковыряй. Необычный штраф пришел водителю из Махачкалы. Камера посчитала, что парень разговаривал по телефону за рулем. Но все было куда проще. По словам самого водителя, мобильным устройством он не пользовался. Я вообще в носу ковырялся, отметил местный житель. И добавил, что хочет обжаловать решение. Штраф составил 1500 рублей. Новый вид с новым названием. 350 миллионов рублей выделят на реконструкцию парка имени Сулейма Настальского в Махачкале. Первый этап будет завершен в середине мая. Здесь заменят тротуарную плитку, обновят освещение, появится фонтан. А завершение второго этапа ожидается в сентябре текущего года. К этому времени высадят порядка 300 деревьев и 250 тысяч цветов. Проект подразумевает под собой объединение нескольких зон набережной в единый парк. Саранча может захватить 46 тысяч гектаров в Дагестане в текущем году. Нашествие насекомых ожидается в 10 районах в конце апреля. При этом в Минсельхозе республики отмечают, что площадь распространения в республике стремительно снижается. Напомним, в текущем году на проведение химап-работок в бюджете региона заложено 15 миллионов рублей. Теперь можно позволить себе тратить чуть больше обычного. Средняя зарплата в Дагестане в январе текущего года превысила 39 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась почти на 12% или на 4 тысячи рублей. В минувшие выходные глава Дагестана инициировал проведение двух коллективных ифтаров. Первый – грандиозный общереспубликанский. Состоялся в Дербенте, где приняли участие около 10 тысяч человек, в том числе первые лица республики и послы 9 арабских стран. Следом от имени Сергея Меликова состоялось праздничное мероприятие у подножья горы Ахульго. Множество подарков и угощений. Обо всем по порядку. Хамзан Румагамидов. Рамадан объединил весь Дагестан. Тому подтверждение коллективный ифтар, который состоялся в Дербенте, представители власти, духовенства, послы 9 арабских стран, гости из Палестины, знаменитые исполнители нашидов собрались вместе с дагестанцами провести этот прекрасный вечер. Во время своего визита сюда в июне прошлого года наш президент в очередной раз поразился красотой и историей Дербента. Но при этом он сказал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. При этом большого уважения сегодня заслуживает принципиальная позиция муфтията республики Дагестан, который твердо противостоит попыткам посеять семена вражды и нетерпимости. Сегодня мы живем в непростое время, когда интернет и телефон заменили человеку общение. Сидя дома, мы узнаем о том, что происходит на другом конце земли. Информации так много, что многие не успевают ее обработать в своей голове и от этого иногда становятся более черствыми, равнодушными. Лекарством от этих пороков могут стать такие встречи, как сегодняшняя. Такие живые встречи проводят работники муфтията по всей стране, выезжают в новые регионы России, а также встречаются с нашими военнослужащими на передовой. Сегодня здесь, рядом с нами, по приглашению главы республики, находятся гости из тех стран, в сотрудничестве с которыми может принести наибольшее благо для нашей Родины, иншаллах. Это самое важное для нас – творить вместе добро, быть отзывчивыми и неравнодушными друг к другу. Тем более, мы знаем о том, что многие наши братья и сестры в этом мире лишены не только того, чем мы пользуемся каждый день, но и еще находятся в опасном положении. Да, я говорю о палестинцах, переживаниях за которых объединили умы. Я говорю также о братьях и сыновьях из Дагестана, которые сегодня находятся на передовой зоне СВУ. На сцене перед многочисленной публикой звучали строки из Священного Корана, проповеди, а также мавлиды от известных зарубежных и местных исполнителей. В рамках мероприятия также подвели итоги всероссийского конкурса «Хафизов Корана» от главы региона, который состоялся накануне. Он собрал лучших часов Священного Писания. Победителем стал Чеченец, который проходит обучение в Дагестане. В каком вообще учиться здесь, в Дагестане, ну, немного далеко от Родины? В Дагестане учиться – это лучшее место, я думаю, в России. Да и не только в России, одно из лучших мест в мире, где можно изучать ислам. Тем более на всем доступном языке, на русском языке. У нас есть отдельное место для подготовки к конкурсам, также для всероссийских, также бывает и республиканский, также международный. Вот подготовка проводит там, это победа благодаря нашему алимам, которые всегда бывают за кулисами. Также организаторы в этот вечер обрадовали посетителей, среди них разыграли семь путевок на Малых Адж-Умра. Мероприятие завершилось в шоу фонтана и красочным салютом. Красный праздник для этого года, для всей республики! Ахмдуллах, наше время, особенно, когда пытаются разобщить наше общество, когда есть и со стороны других стран, пытаются разделить нашу республику. Очень хорошие мероприятия, таких много должно быть. И мы рады, что такое мероприятие именно в Дербенте прошло, где есть разные конфессии, все три конфессии представителей, и христианские, иудейские, и мусульманские. И все представители здесь были, присутствовали на этом ифтаре. И мы всегда, вот, именно дружно, сплоченно, все вместе работаем. На следующий день коллективный ифтар от имени главы республики состоялся и на исторической горе Ахльго, в селении Ашильтаун Цукульского района. В ней также приняли участие местные жители и преимущественно семьи участников СВО. Ханз Нурмагмедов, Ислам Халиков, Халида Ахмайев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дагестан. Женские ифтары в Рамадан стали неотъемлемой частью в жизни мусульманок Дагестана. Мероприятия объединяли представительниц разных районов, городов и организаций. На одном из уже заключительных в этот священный месяц женских ифтаров побывала Айша Тухаева. Ей слово. У меня переполняет, конечно, все, что я вижу, это впервые со мной. Но красиво, красиво. Все прям идеально. Я даже не знала, что такое подобное бывает. Хочу сказать большое спасибо организаторам за такое благое дело, за приглашение на этот ифтар, такой святой месяц Рамадан. Шамильский, Чародинский, Сергокалинский и другие районы Дагестана в лице их жительниц каждый день собирались в одном из банкетных залов Махачкалы. Всех их заблаговременно оповещали в женском направлении отдела просвещения Примуфтяти Республики. Были районы, которые нам приходилось объединять в силу того, что мало представителей приходило. А были районы, которые в этом зале превысило количество 800 человек. На каждом мероприятии присутствовало несколько сотен женщин. Всех объединить, заинтересовать, не дать ни одной из них заскучать или почувствовать себя лишней на празднике. С такой задачей весь этот месяц справлялись сотрудницы. Хвала Всевышему Аллаху. Сегодня собралось намного больше гостей, чем мы рассчитывали. Также нас сегодня почтили своим присутствием женщины из Палестины, дети, так как они проживают в нашем районе Новострой. Сегодня хоть здесь и собираются представительницы Новолагского района, но присутствовали не только жители муниципалитета. Среди гостей те, о ком сейчас больше всего проявляют заботы наши палестинские сестры. Те, кто остался без дома, без родины и частично без семьи. Я там прожила 27 лет. Палестина – это моя вторая родина, даже больше. Я всегда считала себя русской, но после того, как я приехала сюда, я поняла, что я палестинка. Для меня боль этого народа – это моя боль. То, что происходит сейчас, это все меняет, понимаете. То есть я не могу даже иногда кушать, когда я знаю, что там люди не едят и их убивают. Поэтому это очень тяжело. Это самый тяжелый Рамадан в моей жизни. На мероприятии прозвучали наши доналакском языке, без инструментального сопровождения, проповеди богослова и сотрудниц отдела. Особенно всем понравились выступления детских ансамблей. И в каждом выступлении призыв к благому. Месяц Рамадан подходит к концу, и многие признаются, что уже с нетерпением ждут следующий Рамадан и новых теплых объединяющих встреч. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Борец Салихан Жабраилов добыл для россиян олимпийскую лицензию. На квалификационном турнире в Баку махачкаленец заменил двукратного победителя Олимпийских игр Абдул-Рашида Садулаева, который не был допущен до соревнований. В столице Азербайджана Жабраилов одержал три досрочные победы весовой категории до 97 кг. На Олимпиаду в Париже также успешно квалифицировались Осман Нурмагомедов и Магомед Хабиб Кадимагомедов, которые принесли лицензии сборным Азербайджана и Беларуси.